Итак, 11 августа в оздоровительном комплексе «Лесная застава» пройдут ежегодные учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской Олимпиады школьников. С этого года смена проходит при непосредственном участии регионального центра поддержки одаренных детей, который создан по модели образовательного центра «Сириус». И сегодня с нами на связи руководители центра поддержки одаренных детей Светлана Чистякова. Светлана Владимировна, доброе утро! Доброе утро! Что можете рассказать об этих предстоящих сборах? Очень многие люди с ними не сталкивались. Как это будет? Ну, традиционно на эти сборы приглашают ребят, которые стали победителями или призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады. В этом году это будут 140 ребят со всей области, победители в гуманитарных науках. И мы надеемся, что вот такой старт в учебный год, в научно-олимпиадный год будет очень интересным для них. Кроме того, наш региональный центр разработал интересную воспитательную программу. Будут открытия как научные, так и открытия в себе. И уверена, что ребята, которые пройдут эти сборы, станут впоследствии активнейшими участниками программ нашего регионального центра. Все-таки уточните, по каким дисциплинам больше всего будут соревноваться школьники? Потому что гуманитарные науки это слишком так, общо. Общо, да. Но соревноваться они не будут. Они будут готовиться скорее к будущим олимпиадам по дисциплинам истории, общества, знания, языки. Будет литература, будет русский язык. Хорошо, спасибо большое. А вот как в этом году будет работать региональный центр и какие направления вы планируете запустить? Ну, не только в этом году. Региональный центр планируется, да, уже начал работу и планируется открытие официальное 1 сентября. Он работает по модели федерального центра образовательного в городе Сочи, Сириус. Собственно, мы занимаемся, и наша цель основная, наверное, это выявить тех ребят, у которых достаточно серьезная мотивация к изучению наук. Те, которым интересно больше, чем общеобразовательные предметы в школе. Те ребята, которые умеют ставить амбициозные цели, дерзкие цели, умеют их достигать. Региональный центр работает по трем направлениям, как и образовательный центр Сириус. Это спорт, искусство и наука. В рамках науки мы предлагаем ребятам программы биология, физика, химия и информатика. В рамках спорта у нас буквально уже вот на днях с 20 чисел августа запускается смена шахматы с нашей федерацией шахмат Челябинской области. Ну и потом мы примкнем еще к двум спортивным направлениям. Актуальным для нашего региона это хоккей и конькобежный спорт. А в рамках искусства у нас будут направления хореография, изобразительное искусство и музыкально-исполнительское искусство. Ну и хочу... А вот скажите, каким образом выбираются эти одаренные дети? Как понять, что твой ребенок одаренный, ему надо туда, в этот центр? А вообще я хочу сказать, что это не мы прям будем проводить отбор, а все ребята. И мы приглашаем в центр ребят, которые достигли возраста от 5 по 11 класс, это где-то возраст 11 лет, 18 лет. На каждую программу будет свой конкурсный отбор, включающий, ну прежде всего, это, наверное, мотивационное эссе. Нужно понять, насколько заинтересован, повторюсь, сам ребенок к участию в данной программе. А во-вторых, будет некий такой тестирование на определение уровня вхождения в данную программу для ее полного освоения. А оценки школьные, они играют роль какую-то или нет? Скорее не оценки, скорее достижения. Можно будет подгружать свою портфолио. И вот как раз возможности участия в Олимпиадах, в каких-то конкурсах, в проектных каких-то конкурсах. Хорошо, тогда расскажите, где можно найти более подробную информацию для самых интересующихся, таких как Марина Гесс, чтобы Марина смогла вот от и до все свои информационные лакуны заполнить по поводу вашего центра. Где? На сегодняшний день у нас уже активно работают группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке. И, кроме того, мы подготовили уже сайт, наполняем его информацией, сайт регионального центра выявления поддержки одаренных детей Челябинской области. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Светлана Чистякова, руководитель регионального центра поддержки одаренных детей. Продолжение следует...